привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции тем более если вы хотите переехать сюда к нам я долгое время живу в турции и знаю обо всех аспектах жизни в анталийском регионе своих выпусках я рассказываю о происходящем в турции из личного опыта и опыта наших соотечественников много было всего разного и ошибок и разных ситуаций и я вам помогу разобраться чтобы вам было легче адаптироваться в турции вы узнаете что значит жить турции как переехать как купить как продать и многое другое досмотрите это видео до конца будет много полезного и интересного не переключайтесь 5 главных вещей которые нужно знать и учитывать при переезде в турцию друзья совсем скоро откроют границы и много людей захотят побывать здесь у нас на среднеземноморском побережье турции идеально подходит для отдыха и переезда в другую страну чтобы жить тепле у моря кушать свежие фрукты овощи и любоваться красивыми видами вы мне очень часто задаете почти не те же вопросы как правильно все сделать что брать куда лучше переехать как оформить признаюсь по секрету мне даже приходится иногда копировать свои сообщения и отслать разным людям одно и то же в этом видео я поделюсь самыми главными правилами на которую рекомендую обратить ваше внимание многие медиа советуют в первую очередь учить турецкий язык естественно язык важен но в настоящее время это не главная задача хотя бы потому что в анталии полно русских и куча турков говорит по-русски можно немного постоять у магазина или у банка и я уверен подойдет ваш соотечественник и можно его или ее попросить перевести то что вам нужно все думают прокатит печенок конечно я сто раз так дел и так как бы это банально не звучало первое о чем стоит задуматься переезжающему на какие средства он будет жить в турции и хватит ли ему этих средств вам понадобится финансовая подушка безопасности без денег нигде каши не сварите и в турции в том числе сразу хочу сказать что сразу же переехать и устроиться на работу вас не получится об этом нужно позаботиться заранее иначе вы будете нелегалом а с этого лучше не начинать либо будете вынуждены хвататься за любую работу и тут вы уже оказываетесь в незавидной ситуации когда деньги заканчиваются и земля начинает гореть под вашими ногами все по-разному решают денежные вопросы кто сдает квартиру в своем городе кто работает удаленно а кто имеет стабильный доход на родине виде пенсии или владеет заводом по добыче газа или золото это уже вам виднее где брать деньги я советую брать деньги в тумбочке работу мы еще поговорим про финансы тоже а сейчас поехали дальше теперь думаем где жить купите недвижимость хорошо арендуйте тоже неплохо вид на жительство предусмотрен как при наличии недвижимости в собственности так и при долгосрочной аренде но снова года вид на жительство по аренде делается только на один год для его продления необходимо другое основание смотрите мое видео есть исключение например эти требования пока не касаются граждан россии и евросоюза кстати именно из-за новых правил продления вида на жительство была скуплена вся плохо лежавшая дешевая недвижимость ну а сейчас самое время поставить туркиш лайк подписаться на мой канал если вы еще этого не сделали и смотрите каталог недвижимости там всегда актуальные предложения недвижимости от проверенных застройщиков вступайте в группу в телеграме где мы обмениваемся в полезной информации ну а в инстаграме вы узнаете свежие новости из турции вся информация в описании к этому видео здесь важно не забыть чтобы эти документы были обязательно за апостелированы если едете с детьми без супруга то понадобится нотариально заверенная доверенность на выезд детей и разрешение на постоянное проживание в турции последнее обязательно это основные бумажки которые вам понадобятся в турции все остальное вы отсканируете и держите при себе лучше в смартфоне для удобства на всякий случай медицина медицинское обслуживание в турции неплохое но дорогое поэтому вы можете оформить международную медицинскую страховку у себя на родине или уже в турции для виды на жительство подойдет самое обычное стоимостью от 150 лет на год до очень дорого но с большим покрытием с пенсионерами сложнее большинство страховых агентств не хотят оформлять полис на лист преклонного возраста поэтому пенсионерам тоже лучше было бы оформить страховку непосредственно у себя дома самое главное если вы реально хотите переехать берите и переезжайте и помните что это будет ваш личный опыт и он будет отличаться от опыта других людей если вы сомневаетесь потому что начитались всякой ерунды в интернете о проблемах не ведитесь не слушайте никого настраивайтесь на удачу ведь у вас будет своя история если что вы знаете кому обращаться друзья жду ваших комментариев напоминаю что каждое воскресенье в 1100 отвечая на ваши вопросы в прямом эфире делюсь последними новостями из турции в частности анталии алани и разыгрываю призы если вам нужна помощь в покупке недвижимости или возникли вопросы в получении вида на жительство с удовольствием проконсультирую вас по всем вопросам дин-дон-дэйма саляма и долги легли ну и наконец просто чао